Привет, друзья! Вот сегодня за бокалом красного вина, я уже практически его закончила, конечно, я пришла в паб отдохнуть, посидеть. И вы знаете, меня этот паб очень удивил своим вот этим таким дизайном. И я решила вам показать. Здесь похоже так, что здесь какие-то почитатели. Битлз, какие-то фанаты Битлз, которые хранят вот это вот все. И вот этот весь дизайн, вот именно вот от фанатов Битлз. Это вот такой маленький паб, сейчас вам покажу его, друзья. Он довольно интересный, хотя он и маленький, но у него такой интересный, необычный дизайн, скажем так. Вот смотрите, видите, вот это вот, это все вот винил, винил Битлз, все пластинки Битлз. Когда, когда, ну не все, конечно, вообще, это, ну, наверное, какие-то начальные, честно говоря. Вот, а вот здесь вот даже сертификат и подписи, автографы. Сейчас покажу ближе вам. Вот видите, сертификат Битлз, автограф. Бля-бля-бля, вот здесь вот внизу вот это вот как бы копия сделана. А вот здесь вот оригинал в рамке. Ой, почему-то не резко, друзья, не знаю. Почему-то вам не резко на камере показывает, не знаю почему. Ну вот видите, вот так. И дальше вот Hard Day Night, пластинки какие-то еще. Вот здесь еще какие-то, видите, старые документы в рамке. Тоже все про Битлз. Это просто супер, как говорится, такой клуб, чтобы и так столько историй иметь Битлз. Ну и вот поближе вам вот эти вот пластиночки. Еще раз показываю. Видите? Вот различные фотографии. Рин Гаста, Джон Леннон, Пол Маккартни. А четвертого я даже к своему стаду и не знаю. А здесь вот видите, два золотых еще диска, друзья. Вы только посмотрите. Видите, они, по-моему, настоящие. Это знаете, как хочется сказать, это я удачно зашел. Вы знаете, что? Сейчас ближе еще вам покажу там подписи. Видите? Четыре автографа. Вот они, красавцы, наши Битлы. Представляете, как бы раньше бы это все у нас было на ура. Потом меня вот еще очень даже понравился вот дизайн вот этих столов. Вот видите, все столы старыми газетами сделаны. Дизайн очень интересный. Вот, друзья, я вам показываю дальше. Видите, как тут очень, как вы видите, маленькая территория. Но, тем не менее, да, вот, полна историй. Здесь даже гитара. Вы только посмотрите. Слушайте, я прямо в таком шоке от всего этого. Я показываю, снимаю. Но я даже ничего не могу вам пока сказать об этом. Может быть, потом мы с вами вместе разберемся, что это такое. Я думаю, кто понимает это все. Тут, конечно, уже понял. Я небольшой фанат, кроме Битлов. Практически никого и не знаю. Боже мой. Так вот, я поднялась по винтовой лестнице. Здесь еще есть помещение наверху, паба этого. Боже, друзья, чем дальше, тем больше интересного. Вы посмотрите, что здесь. Здесь тоже масса фотографий. С автографами известных, знаменитых артистов. Вот так вот дальше. Вот это, видите? И вот здесь опять Роллинг Стоун даже, друзья. Вы посмотрите. Роллинг Стоунс. И вот она. Гитара Роллинг Стоунс. Я так понимаю, что она, наверное, все-таки оригинал. Настоящая. Ума не приложу, сколько может это стоить, вся эта коллекция. Представляете? Вот еще опять Битлз, майка какая-то Битлз. Футболка. Футболка. Посмотрите, какие оригинальные кресла здесь. Классные. Вот здесь вот белые, а там, видите, черные люди сидят, пишут. Классно. Я вам продолжаю показывать. Опять автографы. Дэдс Арми. Вот еще целая стена с пластинками, с автографами. А я, друзья мои, к своему стыду могу здесь только определить роли Стоунгс и Битлз. Больше я ничего по этому поводу не могу сказать. Представляете? Вот. Но я считаю, что это я очень классно здесь зашла. И очень классно все это... Не то, что увидела сама, да еще и вам смогла это все снять и показать. Вот еще одна майка с Битлзами. Напоследок вам, друзья. Вот такие вот бывают пабы. Представляете? Вот зашла случайно и попала на целую коллекцию автографов. И гитар, и пластинок. Каких-то фанатов. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось все это. Ну, вот так, друзья. Я думаю, что я вам показала. Вкратце, конечно, тут показывать не перепоказывать. Но я думаю, вы составили впечатление. Буду рада, если вам понравится. Пишите отзывы. А на этом я заканчиваю свое видео. Всем доброго. Увидимся. Пока-пока. Пока.